В новом зале воинской славы после его создания в новой интерпретации столько боевых реликвий, что для школьников это по-настоящему увлекательно. Мы взрослые с детства знаем и о доме Павлова, и о плененном фельдмаршале Паулюсе для современной детворы. Все это открытие. Научный сотрудник отдела краеведения Светлана Рожкова заостряет внимание на дате важнейшего события. 2 февраля 1943 года произошел коренной перелом в войне. Была разгромлена большая группировка фашистских войск под Сталинградом. Все большие силы Красной Армии были оттянуты именно на битву с врагом в районе Сталинграда. А когда Сталинград был освобожден, то получили возможность, и остальные фронты начинают освобождение. Конечно, хочется все потрогать. Снаряды, каски, оружие, награды, письма. Сегодня экспозиция краеведческого музея настолько богата, что из рядового похода по патриотическому воспитанию эта встреча с прошлым превращается в уникальное событие. Выясняется, что экскурсии организовали для детей своих микрорайонов Тосовцы. У мамы очень много дел, и у папы тоже. А бабушка болеет вместе с дедушкой. Поэтому мы сегодня пришли с домком. Дальновидные домкомы Наталья Ярошенко и Любовь Быкова уверены, весь этот победный год можно каждый день находить яркие события, вписавшие в победу свою страницу. Музею и в самом деле есть о чем рассказывать хоть каждый день.